МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В прямом эфире новости седьмого канала. В студии Наталья Архипова. Сейчас коротко главные темы дня. С концерта в больницу. Только повезло мне, не мне! Александр Розенбаум госпитализирован в БСМП. График гастролей сорван. Как себя чувствует народный артист? Непобедимая напасть. Невозможно избавиться от гололеда за один день. Дорожники закупили уникальную технику для очистки пешеходных дорожек и объяснили, почему даже она не поможет избавиться от наледи моментально. Как вернуть деньги за тепло? Насколько правильно, насколько то потребление тепла, которое вам выставлено в платежке, соответствует тому теплу, которое вы действительно потребили. Некоторым красноярцам это удалось, в прокуратуре объяснили, кто виноват в астрономических суммах за отопление. Проходной двор. Там дальше все стоят в пробке. А сюда, кто уже узнал, все заворачивают и проезжают через двор. Жители Гладкова каждое утро и вечер страдают от автомобилистов. Те объезжают пробки по дворам. Александра Розенбаума прооперировали в Красноярске. Сразу после концерта в Гранд-холле Барт почувствовал боли в ноге и обратился за помощью к медикам. Известно, что исполнитель до сих пор находится в БСМП. Как прошла операция и как чувствует себя Александр Яковлевич? В сюжете далее. Только повезло, опять не мне! Почти сразу после концерта в Красноярском Гранд-холле Александр Яковлевич почувствовал боли в ноге. Ночью музыкант в сопровождении охраны приехал в БСМП. В ходе обследования врачи обнаружили тромб и госпитализировали певца в отделении сосудистой хирургии. Потребовалась срочная операция. Сейчас Александр Яковлевич находится под наблюдением медиков. Я его не привозил, я его не оперировал. Как я вам могу рассказать? Я только слышал, что он здесь и все. Ну а в больнице же, наверное, разговоры ходят. Что говорят? Я вот с утра мне сказали, я не подумала, что это он. Я думаю, одна фамилия вообще. А потом уже к обеду ближе сказали, что он настоящий. Отделение сосудистой хирургии находится на втором этаже. В одном из окон на подоконнике виден букет цветов. Известно, что операция прошла успешно. ТАСС со ссылкой на организатора гастролей певца в Красноярске сообщил, что сейчас Розенбаум чувствуется отлично и уже в среду вернется в отель. А сам Барт на своей странице ВКонтакте успокоил поклонников, написав. Дорогие друзья, все в порядке. Спасибо всем за заботу и поддержку. Накануне в Красноярске Розенбаум дал два концерта. Утром выступил в колонии, а вечером в гранд-холле. На сцене Александр Яковлевич держался прекрасно. И не было даже ни малейшего намека на то, что его что-то беспокоит. Для тех, кто был на выступлениях, новость о том, что почти сразу после концерта артиста госпитализировали, стала шоком. Я был на концерте в ГУФСИН для сотрудников и, конечно, вчера на концерте. Все было прекрасно, ничего не предвещало беды. Отработаны были эти два концерта, ну, просто замечательно. Как будто, ну, в такой форме Александр Яковлевич, в прекрасной. Самое главное, чтобы Александр Яковлевич поправился, потому что мы его поклонники по всей России. Ждем его, конечно же, в добром здравии. Сейчас у певца гастрольный тур по России. После нашего города артист собирался ехать с концертами дальше на восток. Завтра должен быть в Братске, затем Ангарске и Иркутске. До недавнего времени было неизвестно, состоятся ли концерты в этих городах. Однако и на этот счет исполнитель оповестил поклонников. К сожалению, выступление в Братске пришлось перенести. В остальном гастрольный график в силе, как, впрочем, и мое здоровье. До скорой встречи! Дмитрий Пименов, Виктория Мартоник, Данил Дубенко, Седьмой канал. Александр Рус поговорил по телефону с Александром Розенбаумом и пожелал ему здоровья и восстановления сил. Губернатор рассказал, что Александр Яковлевич полон оптимизма, благодарит врачей и всех, кто его поддерживает. В СМП вовремя оказали нужную помощь. Операция прошла удачно. Бороться с ледовым накатом на пешеходных дорожках будет новая техника. На нее потратили 3 миллиона рублей. Однако в департаменте дорог пояснили, что ждать полностью чистых тротуаров не стоит. Почему лед упорно побеждает в борьбе с дорожниками, узнавала Лилия Мишалкина. Она же прокатилась на новых машинах. Двух вот таких близнецов сегодня можно увидеть на Красрабе. Техника настолько новая, что на сидениях даже остался защитный целлофан. Машины будут бороться с наледью на тротуарах. И, по словам инженеров, вдвоем смогут заменить 12 рабочих. А все потому, что это трансформеры. Щетку впереди можно отцепить и вместо нее поставить ковш или отвал, чтобы разбивать лед. Сзади – отсек для песка. Здесь не требуется какая-то огромная емкость, как на автомобилях, которые работают на дорожном полотне. Она здесь такая достаточно маленькая, но компактная. В Красноярске такие машины закупили впервые. Каждая стоит по полтора миллиона. В транспортном предприятии признали, что технику приобрели еще зимой. Но запустить решили только сейчас. Зимой, как таковой скользкости, на тротуарах ее нет. Потому что это идет именно снежный такой накат, который не такой скользкий, как именно весенний период. Эти машины у нас фактически – это такой тест-драйв, где мы еще не применяли их массово. Мы будем именно смотреть, как они работают, как они поведут себя и на тротуарах, и на, может быть, в будущем, на дороге, и на брусчатке. Или как они поведут себя в руках у корреспондентов. Щетка и правда хорошо справляется с только что выпавшим снегом. Нажимайте педаль. Разворачиваемся. Однако с таким гололедом, который и бывает на красноярских улицах, современная техника не справится. Сначала лед нужно просолить, то есть обработать печано-соляной смесью. Потом корка растает, и уже тогда в ход пойдут эти современные щетки. В управлении дорог поясняют, универсальной таблетки от погодных каруселей не будет. Работа продолжится также медленно. Невозможно избавиться от гололеда за один день. Его возможно только отдолбить вручную. Это очень трудоемкий процесс, сложный. Поэтому ежедневно более 200 дорожных рабочих выходят в смену и работают над этим процессом. Жалуются люди и на управляющие компании, которые не спешат крошить лед во дворах. Дать возможность передвигаться по городу – сейчас это главная задача по мнению мэра. Дождь и мороз в течение дня – не оправдание для служб. Сейчас поручил увеличить количество людей для уборки тротуаров, выводить бригады и в ночную смену. Усилиться в борьбе со льдом должны управляющие компании и ТСЖ. Почти всю неделю в Красноярске днями ожидается небольшой плюс, а ночи будут морозными. Мокрый снег и дожди останутся с нами на всю неделю. Так что борьба с гололедом, видимо, затянется надолго, даже несмотря на новую технику. Лилия Мишалкина, Эдуард Баглай, Седьмой канал. Больше миллиона рублей вернули жителям 12-ти этажки в центре города. Именно столько они переплатили за отопление за два года. Массовые жалобы на высокие цифры в платежках продолжаются. Тем временем в прокуратуре говорят – в этом виновата федеральное законодательство. В этой теме сегодня подробно разбирался наш корреспондент Елисей Савлюк, и он сейчас в студии. Елисей, все-таки реально вернуть людям свои деньги или нет? Да, Наташа, вернуть, конечно, реально, но обо всем по порядку. После того, как стройнадзор каким-то волшебным образом не нашел ничего странного в больших суммах за отопление, свою проверку провела прокуратура. Там огромные счета за тепло назвали несовершенством федерального закона. Речь идет о документе об основе формирования индексов изменения размера платы. В существующей редакции он работает не в пользу людей, а наоборот. И для того, чтобы это выяснить, говорит один из депутатов, он проанализировал больше 200 обращений от недовольных тарифами людей. А в одном из домов даже удалось добиться того, чтобы людям вернули больше миллиона рублей переплаты. Можно было посмотреть заключение службы строительного надзора о том, что все законно, сложить ручки, значит, опустить ушки и делать вид, что, в общем, не смогла, как говорят. Но в этой ситуации мы пошли другим путем. Прокуратура признала, что эти основы несовершенны, что эти основы необходимо менять. И направила информацию в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, надеясь, что к следующему отопительному периоду эти изменения в федеральный документ будут внесены, и люди такого дикого роста коммунальных платежей уже не почувствуют. Елисея, как так получилось, что стройнадзор не смог найти нарушений, а прокуратура нашла? Да, хороший вопрос, Наташа. Ведь именно после того, как прокуратура начала разбираться, в чем причина таких высоких цифр в платежках, работать начал и стройнадзор. В ведомстве стали отчитываться, как людям возвращают переплаты. Так, больше 180 тысяч лишних рублей удалось добиться жителям Заозерного. Там компания «Красэко» неверно определила объем тепла в доме. А в Ачинске по той же причине ресурсоснабжающая организация вернула людям больше 400 тысяч. А известно, сколько людей обратились в стройнадзор, чтобы добиться вот этого возврата денег? Да, Наташа. В ведомстве говорят, только за три месяца к ним обратились больше 500 красноярцев. Чуть больше 400 обращений уже рассмотрели. Там говорят, если людям кажется, что суммы в квитанциях завышены, в первую очередь нужно обратиться в ресурсоснабжающую организацию, либо управляющую компанию. Ну а сами-то мы с вами можем как-то посчитать, понять, что суммы в квитанциях завышены? Наташа, конечно, можем. Самый простой способ – это посмотреть платежки коллег и друзей и узнать, сколько гигакалорий на один квадратный метр потребила их квартира. И сравнить со своей. Если эта цифра у вас сильно больше, то это повод для жалобы в службу богоустройнадзора и жилищного контроля. Есть и другой способ разобраться в этих цифрах самим, но это процесс сложный. Запрашивайте у исполнителя коммунальной услуги в письменном виде информацию о помеченных показаниях общедомовых приборов учета по отоплению и суммарном потреблении горячей воды в квартирном доме. В течение трех рабочих дней вам эту информацию должны предоставить. При этом запрос этот делать лучше всего через систему ГИС ЖКХ. Получив эти сведения, дальше берем формулы из правил оказания коммунальных услуг. Это 354-е постановление. И по ним просто-напросто оцениваем, насколько правильно, насколько то потребление тепла, которое вам выставлено в платежке, соответствует тому теплу, которое вы действительно потребили. Если же вы так и не разобрались, как и что считать, то помочь в этом могут общественники. На сайте народного контроля в ЖКХ есть записи семинаров Академии домового управления. Если вы после этого не понимаете, что делать, то можно прийти к общественникам в офис на Горького, 10. Ну, на этом у меня все. Наташа. Спасибо, Елисей. Я напомню, что это был наш корреспондент Елисей Савлюк. Обсуждали, как вернуть красноярцам гигантские переплаты за отопление. А мы продолжаем выпуск. Не хотим жить на трассе. На Гладково красноярцы не могут спокойно выйти из дома из-за того, что автомобилисты срезают путь через их двор. Машин настолько много, что прямо рядом с подъездами образуются пробки, а местные не могут выехать. Почему Тихий двор превратился в главную дорогу, расскажем прямо сейчас. В утренние часы вот эта вся дорога забита автомобилями. Сейчас редкие часы, когда проезд на Гладково-16 пустой, и можно пройти спокойно. Но утром и вечером здесь настолько опасный трафик, что жители уже называют это место федеральной трассой. Там дальше все стоят в пробке. А сюда, кто уже узнал, все заворачивают и проезжают через двор. Ну, слезу сюда залетают. Просто уже обычная ситуация. Все вот так. Местные говорят, что автохамы нарушают скоростной режим, не пропускают пешеходов и чувствуют себя в чужих дворах вольготно. Вероника каждое утро отводит внука в школу. Теперь спокойно передвигаться возле дома стало забытой роскошью. Естественно, поток с белых роз. Им необходимо как-то действительно дорогу расширить, улучшить. Но, получается, заложниками стали наши три дома. Ходить с опаской и оглядываясь, местные стали после того, как администрация Свердловского района заставила убрать шлагбаум в районе судостроительной 177. В освободившийся проезд тут же хлынул поток автолюбителей. Люди так решили объезжать пробку на семафорной, в которой обычно стояли по два часа. А у тех, кто стал жертвой этого, рев моторов теперь вместо будильника. По утрам что, гул, сигнализации срабатывает. Ну, движение большое, конечно. Идти невозможно. И скользко здесь. На данный момент в Пашины существует всего две дороги. Через коммунальный мост по семафорной и через остров отдыха. Это и сейчас два бутылочных горлышка. Но летом, когда мост будут ремонтировать, ситуация ухудшится в разы. В администрации района говорят о сквозном движении, знаем давно. И это проблема многих дворов района. А шлагбаум убрали, потому что его незаконно воткнули собственники многоэтажки. Вернуть его обратно можно, но в другом месте. Они установят шлагбаум, но уже именно на своей дворовой территории. Если вдруг это будет невозможно, тогда уже администрация района будет дальше прорабатывать этот вопрос уже со специалистами управления дорог, инфраструктурой и благоустройства. Конечно, шлагбаум здесь не сильно поможет. Глобально решить проблемы пробок на Пашины можно будет после расширения семафорной до четырех полос. А сделать это обещают уже к октябрю. Лилия Мишалкина, Валерий Чащин, Седьмой канал. 30-летние могут отправиться служить в армию уже в следующем году. В Госдуму внесли законопроект об увеличении возраста призыва. Предлагают поднять нижнюю планку с 18 лет до 21 года и продлить предельный возраст до 30 лет. Причем верхнюю планку хотят поднять единовременно. То есть, если примут закон, то уже с 1 января следующего года призыву будут подлежать молодые люди до 30 лет. При этом, если вам сейчас от 27 до 30 и вы не служили в армии без законных оснований, принудительно не заберут. Сможете пойти служить, если будет такое желание. А вот нижний предел будет двигать постепенно. С 24 года от 19 лет, с 25 от 20 и в 26 году начнет действовать окончательный вариант призывного возраста. С 21 года до 30 лет. Но при этом, если 18-летний гражданин захочет пройти службу в следующем году, препятствовать этому не будут. Красноярский депутат Гринев вызвал своего коллегу Дюкова на поединок. Это произошло в самом начале сессии Гурсовета, где перед народными избранниками должен был отчитаться начальник городской полиции. Кроме депутатов и полицейских в зале присутствовали глава города Владислав Логинов и его заместители. Все они планировали обсуждать серьезные городские проблемы, но в повестку вмешался Гринев и рассказал о своей обиде, которую затаил на коллегу депутата Дюкова. Обвинил его в недостойном поведении. Когда-то Гринев работал нейрохирургом в БСМП, но его перевели в санитары, якобы за то, что он часто рассказывал правду о больнице. Об этом он рассказал в телеэфире. Дюков на своей страничке в интернете написал, что Гринева понизили только из-за того, что он вовремя не продлил свою аккредитацию. Именно это и стало поводом для публичной ссоры. Мы выясним, кто Вячеслав Игоревич, мужчина или женщина, или еще кто-нибудь. Кроме того, я хочу сказать, что спортивные костюмы приготовлены, спортзал приготовлен. Отказ Вячеслава Игоревича от поединка на татаме будет означать, что он лицо у нас нетрадиционной сексуальной ориентации. Пьяный мужчина напал с ножом на подруг жены из-за неосторожного слова. Мошенники похитили у 88-летней пенсионерки крупную сумму, отвлекая магическим обрядом. А у ребенка рядом с кроватью взорвался китайский телефон. Об этом и не только. Смотрите далее в двух словах. Рядом с кроватью подростка взорвался китайский смартфон. До этого юный красноярец уже год пользовался этим гаджетом. Известно, что ребенок поставил телефон заряжаться и лег спать. Среди ночи его разбудил хлопок. Смартфон загорелся. Ребенок не пострадал. Причины взрыва выясняются. Мошенники украли 88-летней женщины более полутора миллионов рублей с помощью магического обряда. Пара злоумышленников представилась социальными работниками и сообщила, что сейчас якобы проводится денежная реформа и купюры старого образца нужно переписать для дальнейшей замены. Доверчивая пенсионерка пригласила аферистов домой. Мужчина отвлекал ее магическим обрядом исцеления, а его подельница в это время меняла купюры на билеты банка приколов. Теперь им грозит до 10 лет лишения свободы. Тренер Енисей отдал свою куртку маленькому болельщику, который замерз на трибуне. Матч проходил в Москве. Красноярские футболисты играли с ярославским шинником. Во время матча шел сильный снег. Во время таймаута Алексей Вахов подошел к юному фанату и укрыл его своей курткой. Игра на снегу завершилась ничьей. Енисей отставал на один гол, но на последних минутах сравнял счет. Житель Шарыпова порезал подруг супруги из-за замечания. Женщины упрекнули его в избиении жены. 10 марта мужчина продолжал отмечать в квартире международный женский день. Туда пришла его благоверная с сестрой и двумя подругами. Родственница жены сделала замечание, что он поднимал руку на свою жену. Нетрезвый Шарыповец схватил нож и напал на подруг супруги. Он ударил ее в живот и шею, потом кинулся на вторую приятельницу. Сам мужчина уверяет следователей, что он не причастен к преступлению. Две новые врачебные амбулатории сегодня официально открылись в Емельяновском районе. Одна из них заработала в поселке Минино, другая в Дрокино. Раньше за медицинской помощью стоматолога или педиатра людям приходилось ездить в город. Какие эмоции вызвало долгожданное открытие врачебных амбулаторий у людей, расскажет Евгений Назарчук. В торжественной обстановке сегодня открылись двери амбулатории в Емельяновском районе. В новых медицинских учреждениях поселков Минино и Дрокино теперь есть терапевт, педиатр, стоматолог и даже дневной стационар. Первый посетитель Анатолий Владимирович говорит, что открытие врачебной амбулатории для поселка – настоящий праздник. Раньше для местных жителей тут работал обычный медпункт, в котором не было узких специалистов. Теперь же спектр помощи заметно расширился. И рентген на месте. Это вообще радость, я не знаю, как можно объяснить, потому что получить одно, а потом на рентген ездить туда. А здесь все на месте. Очень удобно, очень удобно. И огромнейшая благодарность всем, кто принимал участие в строительстве и возникновении вот этого медицинского учреждения в поселке Минино. Здесь можно будет получить как плановую, так и неотложную медицинскую помощь. Врачебные амбулатории построены по современным стандартам и подключены к интернету. Оборудование, которое есть, например, в кабинете стоматолога, ничем не хуже, чем есть у врачей в Красноярске. В поселках Емельяновского района живут много детей и пенсионеров, которые нуждаются в качественной медицинской помощи. Это и кардиографы, которые могут передавать сразу автоматически АКГ в кардиоцентр краевой больницы. Это сразу единая сеть с записью электронной очереди во все медицинские учреждения города Красноярска. Поэтому недооценивать такие учреждения невозможно. Кроме этого, к каждой амбулатории Емельяновского района прикреплен автомобиль. Это нужно для работы по вызовам, доставкам лекарств или же перемещению лежачих больных. Благодаря национальному проекту здравоохранения с 2019 года в нашей стране появилась возможность возводить вот такие объекты капитального строительства. Мы гордимся тем, что это не просто капитальное строение, но это еще медицинское учреждение нового типа. Потому что оно максимально приближает оказание первичной медико-санитарной помощи к жителям данного населенного пункта. На строительство этих медицинских учреждений в Емельяновском районе было выделено больше 140 миллионов рублей из федерального и краевого бюджетов. В планах Министерства здравоохранения до 2025 года построить 27 врачебных амбулаторий и 103 фельдшерско-акушерских пунктов в 31 муниципальном образовании края. Евгений Назарчук, Павел Иваницкий, 7 канал. В селе Овсянка начали строить национальный центр имени Остафьева. Трехэтажное здание будет располагаться недалеко от дома музея писателя. В центре разместят конференц-зал, экспозиционные залы, мемориальный кабинет писателя, мультимедийный зал, интеллект-класс и детский центр. Всего 2500 квадратных метров. Строительство обещают закончить в 2024 году, к 100-летнему юбилею Остафьева. Здание будет похоже на маяк, и его увидят все пассажиры, проходящих по Енисею судов. Традиционно в третье воскресенье марта многочисленные специалисты жилищно-коммунальной отрасли отметят свой профессиональный праздник. О текущей ситуации в работе ЖКХ, перспективах развития сферы и ее планах поговорим с министром промышленности, энергетики и ЖКХ региона Александром Анадьевым. Александр Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. В первую очередь с предстоящим праздником вас. Спасибо. Мы встречаемся уже в заключительные месяцы отопительного сезона. Можно ли сейчас сделать какие-то выводы по сравнению с периодом прошлого года? Мы, конечно, можем приводить статистические данные, и они свидетельствуют о том, что уровень аварийности снизился, причем существенно снизился в области теплоснабжения и электроснабжения. Ну, чуть скромнее результаты у нас в других видах коммунальных услуг, именно водоснабжения и водоотведения. Там, если мы говорим в первом случае 60% снижения, во втором 40%, то здесь только на 5%, но это все равно очень, по нашему мнению, хорошо. Ну, то есть 5% по сравнению с прошлым годом? Да. Если говорить про финансы, которые вкладывают ради того, чтобы вот эти 5% получились, это сколько в этом году? В этом году с учетом федерального финансирования 1,4 млрд. В прошлом году было около миллиарда рублей. Поэтому мы видим тоже существенный прогресс. Ну, а в следующем году мы рассчитываем на более серьезные вложения. Эта сумма составит более 3 млрд. рублей. Если говорить не только о краевых и федеральных, а, допустим, вот о том, что у нас есть частно-государственное партнерство в этой сфере, как? Частно-государственное партнерство наиболее красочно характеризует, это как раз ценовые зоны, которые у нас по становлению правительства введены в городе Красноярске и Канске. Там компания СГК вкладывает существенные средства, которые, в принципе, позволяют очень коренным образом изменить систему теплоснабжения. Например, в городе Канске за рельсовая часть полностью уже переведена на отопление от Канской ТЭЦ, и там у значительной массы горожан не просто улучшились условия теплоснабжения, но и существенно снизились тарифы. Кроме того, там закрываются частные котельные, которые ранее принадлежали обществу с ограниченной ответственностью гортепло, это порядка 11 котельных. В Красноярске тоже идут аналогичные процессы, и компания СГК за 10 лет планирует вложить 18 миллиардов рублей. Прошлым летом мы с неудовольствием замечали, когда наши дороги не везде могли проехать на общественном транспорте, потому что велись ремонтные работы, производилась перекладка теплотрассы, но в конечном итоге это все приведет к улучшению теплоснабжения и улучшению экологической ситуации, потому что в Красноярске тоже закрыто за 3 года 35 частных котельных, это очень серьезная сумма. Раз уже говорили про то, что людям-то непосредственно будет лучше, а также в вашем министерстве регулируют вот эту историю с проектом «Чистая вода», сейчас, я так понимаю, это ищут подрядчиков, но у нас появятся какие-то новые объекты, с помощью которых у людей будет чистая питьевая вода. Из федерального бюджета в этом году предусмотрено порядка 800 миллионов рублей, эти средства пойдут на создание 11 объектов на территории края. Действительно, это такой масштабный проект, мы сейчас находимся в конкурсных процедурах, идут процедуры закупок, к сожалению, не на все объекты мы нашли пока подрядчиков, но к 1 апреля сроку установленного правительства Российской Федерации убеждены, что все будет хорошо и мы законтрактуемся, то есть заключим государственные контракты для выполнения работ, которые приведут к реализации проекта «Чистая вода». Александр Александрович, вы назвали 11 объектов, это крупные города или какие-то у нас мелкие в территориях? В крупных городах у нас проблемы практически решены, поэтому мы сосредоточены решать этот вопрос более мелких территориях, где такие вопросы стоят наиболее остро. Вообще, в результате реализации этого проекта в этом году мы рассчитываем, что около 51 тысячи жителей края получат чистую питьевую воду. Вы уже сказали про то, что у нас закрываются котельные, да, экологическая ситуация улучшается. Опять же, в ведомстве вашего министерства вот эти экологичные виды отопления, что еще делается, кроме того, что закрываются старые котельные, которые у нас и дымят. В прошлом году мы реализовывали мероприятие по переводу частного сектора на газовое оборудование. То есть, правда, результаты в прошлом году у нас были скромные, там порядка 23 домохозяйств мы перевели, но для 94-х хозяйств приобрели уже оборудование. Это полностью осуществляется все за бюджетный счет. В этом году у нас добавляется дополнительное мероприятие, это установка твердотопленных котлов, так скажем, повышенной экологичности, то есть, которые будут работать на угле. И задача, которая перед краем поставила или перед нашим министерством, поставила правительство Российской Федерации, это заместить в 1314 домах старые печки и, условно говоря, на новое оборудование. Сами-то жители как на это реагируют? Они с охоткой берутся или, скорее, приходится объяснять, зачем это? Ситуация разная, потому что люди в конечном итоге отталкиваются от конечной цены, цены отопления, которое будет после переустановки. Кто-то с радостью, вот те 23 человека, в принципе, все благодарны, перешли на газ, имеют возможность его оплачивать, понимая, что газ, конечно, дороже, чем раньше они топились на угле. Кто-то переходит на электрическое отопление, понимая, что тарифы на электрическую энергию будут на том же уровне, что и сегодня. То есть, каждое домохозяйство, исходя из своих финансовых возможностей, принимает такое решение. Некоторые не хотят переходить совсем. Ну, бывает. Вот смотрите, сфера такая, да, очень активная, и новое законодательство появляется, и вообще очень много новых вызовов. Знаю, что традиционно собираетесь с представителями, с своими коллегами уже, я так понимаю, завтра, да, на конференции. Какие основные темы, вот самое такое, что обсуждать будете? Вот о чем вы, Наталья, сейчас сказали, то и будем обсуждать. Будем обсуждать изменения в законодательстве, будем обсуждать кадровую политику, будем обсуждать экологичные виды топлива, будем обсуждать новые технические решения в области теплоснабжения, в области водоснабжения и водоотведения. Ну и пожелаем вам удачи и еще раз поздравлю с праздником. Спасибо. Спасибо вам большое, что пришли к нам сегодня в гости. А у нас в студии был министр промышленности, энергетики и ЖКХ региона Александра Наниф. Прогноз погоды представляет компания «Атрибуты здорового сна». Скидка до 30% на диваны, кровати и матрасы. Спонсор прогноза погоды – компания «Кедровый бор». Надежный производитель бань-бочек из кедра. Компания «Кедровый бор» изготавливает кедровые бани-бочки, купели, домики и беседки. Бани-бочки от производственной компании «Кедровый бор» подарят вам не только пользу для здоровья, но и позитивный настрой. Заказывая баню до конца марта, всем дамам скидка 8%. Звоните и заказывайте прямо сейчас. И теперь информация о погоде. В среду, 15 марта, в Красноярске переменная облачность, без осадков, ветер восточный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Ночью минус 10 градусов, днем до плюс 5. К этой минуте у нас все сообщения. Если у вас есть свои новости, звоните в нашу редакцию по телефону 2 900 333. Присылайте фото, видео и сообщения на наши Viber и WhatsApp. Номер 8 391 2 900 333. А также в чат Телеграм-канала. Ну и не забывайте о наших социальных сетях. С вами была Наталья Архипова. Всего вам доброго.